В Приморье есть все условия для работы инвесторов. Об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев после совещания, посвящённого ходу инвестиционных проектов в регионе. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяка. Во время совещания полпреду доложили сразу о нескольких крупных инвестиционных проектах, которые реализуются в крае сейчас. В частности, речь шла про работу в сельскохозяйственной отрасли производства по выпуску кормовых аминокислот, витаминов, выращивания цветочных культур, транспортно-логистической и лесопромышленной отрасли. По словам губернатора, Приморье сегодня открыто для инвесторов. Во-первых, все режимы действуют. У нас работает инвестиционный совет. И те инвесторы, кто готов предоставить свой проект, обоснованный, с наличием финансовых ресурсов, в том числе и возможностей, то мы на инвесторсовете это рассматриваем, предоставляем землю, причем бесплатно работаем вместе с Минвостокразвитие по инфраструктуре, если проект интересный. Поэтому раз в месяц у нас происходят инвесторсоветы, поэтому кто желает заявиться, тот заявляется. И я здесь особо каких-то проблем не вижу. Потенциал Приморского края, близость его к границам Азиатско-Тихианского региона, наших ближайших соседей, предопределяет политику заинтересованности инвесторов в реализации своих проектов на территории Приморского края. Олег Кожемяка также подробно остановился на требованиях, которые, как правило, предъявляют инвесторы к территории для реализации своих проектов. Это почти всегда наличие инженерных сетей, дорожной инфраструктуры. По окончании совещания Юрий Трутнев отметил наличие благоприятного инвестиционного климата в Приморье. Наверное, самое главное, что хотел бы сказать по завершению совещания, никаких таких вот тревожных сигналов, связанных с тем, что что-то мешает реализации проектов, мы не получили. Все формы поддержки, которые реализуются правительством Российской Федерации по поручению президента России, сохраняются. Мы продолжаем поддержку развития экономики.